всем привет меня зовут илья и так уж приключилось что буквально на днях я стал счастливым обладателем специального бас-гитарного кабеля и кабеля для бас-гитаристов и спешу с вами этим поделиться это вот такой кабель 3 метра фирмы шнур я раньше никогда не встречал эту фирму и собственно заказал я его на зоне и в общем-то он мне буквально пару дней назад пришел судя по всему судя по названию фирма шнур кабель называется bassist 2 почему с двумя s мне непонятно может быть какой-то тонкий прикол с двумя bassist инженеры вложили все свои знания все умения позаботились о нас а бас-гитариста чтобы обеспечить нам лучший звук так сказать звук бас-гитаре передать всю красоту инструмента передать все обертана передать весь низ прозрачную низкую середину верха красивый острый для слепа в общем как утверждают производители собственно здесь у нас в основе этого кабеля мульти жильная разработка я не инженер не знаю что это значит но видимо что-то хорошее для нас то есть если такие обещания мульти жирная вот это вот жильная точнее мульти жильная так сказать структура этого кабеля она обеспечивает более широкий динамический диапазон звучание то есть это какой-то более глубокий не судя по всему лучше середины и верха более острые более красивые в общем-то и к чему я все это говорю к тому что сегодня мы с вами дорогие друзья проверим в виде теста я запишу точнее вам предоставлю сборник рифов какую-то определенную подборочку рифов я запишу значит сначала на обычном кабеле сейчас я расскажу кстати какими куберами я пользуюсь значит мы будем сравнивать этот кабель действительно ли как обещают как обещают разработчики все так хорошо как говорится глубокий низ верха красивый слепа для слепа мы будем все не сравнивать вот с этим кабелем это обычный фондеровский американский кабель ему уже семь лет он даже смотрите у меня гуляет здесь так сказать я списал весь блог с этим кабелем то есть со времен основания моего канала я всегда записывал баз через этот фендер это фендер американский кабель не просто купленный магазине этот кабель кладут с американскими стандартами фендерами то есть это не просто так они говно не кладут поэтому это хороший кабель проверенный временем я им пишу весь блок соответственно мы сегодня сравним посмотрим послушаем действительно есть есть ли разница или нету что касается меня я лично никогда не заморачивался на стэк что мне первую руку попадется никогда они заморачиваются по кабелям по подключения как бы не хватало мне на это внимание может быть не знаю но я даже не знал да буквально неделя назад что существует такой кабель специально для база поэтому собственно я решил так как у меня встал вопрос мне нужен был кабель для патать не бедалбов второй встал вопрос я нашел этот кабель и решил чисто для себя но стесны для вас собственно контент снять показать сравнить этот кабель по поводу моих кобелей Я использую сейчас Мой основной кабель, я с ним хожу на работу В филармонию, на репетиции Это 6-метровый Клодз Он тоже очень старый у меня, отличный немецкий кабель Я всегда руководствовался при покупке Кобелями, так сказать Покупая просто хороший известный брендовый кабель Клодз, например, можно взять Хорайзен американский, ну как бы хороший кабель Этому кабелю уже миллион лет, я его использую Тоже старый, но я его не стал в тест Включать, потому что 6 метров Было бы несправедливо 3 метра 6 сравнить Мне кажется, неправильно Поэтому у меня фендер 3 метра, 3 метра Я использую Клодз, и вот этот фендер у меня дома для записи Собственно, нужен был третий для педалбора Вот Что мы сегодня еще будем Как мы все это будет проходить Во-первых, все будет записано в линию, чисто без эффектов Без какого-то мастеринга Без каких-то там обработок Абсолютно в линию, даже не в комбик Потому что если бы я использовал комбик, все равно там есть приамп Все-таки он приукрашивает, и это не совсем было бы правильно, честно Чисто в линию, пишем бас Все слышно, через звуковую карту напрямую Собственно, моя звуковая карта, с которой я все Весь свой блог пишу 3 метра фенда, 3 метра шнур Собственно, буду использовать свой, так сказать, лютый бас Просто созданный для прокачки стадионов Обычно от него все в шоке Звукорежиссеры там, те музыканты, которые играют То есть пробивает все, вообще всю Любой микс Сложно найти подобный бас Сейчас старый инструмент Как бы он пассивный Опять же, если был актив, там без разницы Там все уже, звук как бы формирован Здесь пассивный звук снимателя Соответственно, все будет честно, без всяких там Как бы, без всяких нюансов В общем-то, максимально честно, максимально прозрачные рифы Попробуем послушать, как это будет звучать Я сегодня не буду делать каких-то своих субъективных суждений Выводов, у каждого есть свои уши И вы можете сами лично послушать и сделать для себя свои собственные выводы Стоит ли, не стоит ли оно того и так далее Есть ли смысл, ли это всего лишь маркетинг или нет Или это действительно работает и так далее У каждого есть свой взгляд Но могу сказать, что есть разница Даже на графике звуковом она видна Но вопрос, услышит ли этот график, услышит ли это наши уши Это уже другой вопрос У каждого они свои В общем, впереди у нас ждет подборочка Сейчас рифов Напишите в комментариях, есть ли разница Действительно, стоит ли оно того Слышите ли вы эту разницу Где вы, если вы слышите, то где В каком моменте, где лучше, где хуже В общем, есть ли смысл или нет смысла Вот Приятного прослушивания Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok